Всем привет! Это Диван Клаб, сегодня у нас замечательный вечер, потому что мы не виделись две недели, в силу того, что мы всегда чем-то занимаемся, всегда находим какие-то идеи, я рад видеть Евгения, Евгений не рад видеть меня, но тем не менее мы вместе и сегодня мы поговорим о каких-нибудь вещах, которые у нас встречаются в быту или что-то нас бесит. Я стал вообще замечать за собой, вот за последние, наверное, полгода я стал честен сам к себе и вообще вот честный стал. То есть мне звонит раньше клиент, вы можете сделать вот это? Я начинаю выдумывать какие-то, ну она мне объясняет, что нужно делать, я говорю такой, а да тут как бы у меня много заказов, у меня вот, я буду, еще раз говорю, я честный стал в этом плане, я говорю как есть. Раньше я говорил вот так вот, я не могу, сейчас он мне звонит клиент, я говорю, я буду, я вам сейчас вот скажу как есть, у меня вот это два заказа, вот это сейчас делать и вот это, то есть где-то месяц, но я вас предупреждаю, возможно не месяц, а чуть больше или даже меньше, потому что между делом я могу заготавливать материалы. И я так смотрю постоянно, и вот на работе люди со мной общаются, я говорю как есть, понимаешь? А люди такие, ах ты сука какой блять правильный блять. А люди, не, люди, люди не заметили, вот сейчас я вам рассказываю и это факт, я вот замечаю, я езжу где-то что-то там играю или общаюсь, разговариваю там со своими родственниками, я замечаю. Если, ну, всем большой привет, перебью честного Мишу, Миша был добрый, стал честный, я вас очень приветствую, наших дорогих, один, два, один, смотритель, давайте мы сейчас немножко подсоберемся силами, воскресенье, нехер бухать, жрать. Суша, а почему ты, вот у тебя же прикольный скетч, почему тебе, ну, канал не создать и туда выкладывать, просто на пассиве, ты сделал, выложил в сторисе и отправил на канал, ну, прикольно, понимаешь, сторис сейчас пройдут, через какое-то время смотришь, что ты делал, ну, прикольно же, посмотри, это не, вообще, короткие, короткие, короткие тоже можно выкладывать, или сделай такой, вот у меня вот, зимой вышел такой, я тут всем руками машу. Че, ну, а че, прикольная тема, я, конечно, у меня тоже, оно, так, более-менее зашло, но, когда я в инстаграм стал выкладывать скетчи свои, вот эти вот прикольные, они заходили, людям нравилось, они в этом видели что-то, это, более, больше это с жизнью связано, они, ну, во мне, у меня так встречалось. Сейчас я сделаю, Люба, да, ой, молодежь, вы дома, я думала, у вас дома не дай, бабаша. А в твоем случае, ну, тоже, интернет, он как архив, ты это выложил, закинул, все, пусть оно там лежит. Не будь Зюбой, выкладываю смешные ролики. Да, чтобы потом посмотреть, а, господи, народ, из-за этого весь был от срач, из-за этого вы меня не пустили поиграть мяч, попинать, фу, господи. Я тут, знаешь, для себя решил давеча, пару дней назад, что надо браться за свой инстаграм, надо писать, надо больше выкладывать каких-то фотографий. Я спросил у людей, говорю, ну, люди, что интересно-то, да, почитать, посмотреть. Знаешь, вот же люди, как бы, ну, инстаграм все-таки, он все-таки, он превратился в такую большую бизнес-торговую площадку, да, видите лицо, страдания. Миша не курит, а я курю, Миша страдает сейчас. Курю, сейчас я курю. Давайте вот этот, как это называют, поддержим, так сказать, страдания курильщика, там где-то должно быть вот какой-то там этот, ну, подобие лайка там, да, или класс. Чем больше лайков, тем больше Миша страдает. Сейчас ты договоришься, я расскажу, как я буду сборы делать на... На лечение? Ну, можно сказать, на реабилитацию или на лечение того, чтобы ты не курил, бросил курить. Да, давайте собирать деньги, чтобы Миша не играл. Знаешь, такие вот стримы, вот эти стримы на ютюбе, когда внизу ссылка есть, там, помощь врачам в карантин ковид, да, а я сделаю ссылку, помощь на реабилитацию Евгения Юнина. Вот так вот. Вышел в эфир, пошел на реабилитацию. Не, ну, я заметил, у тебя в Инстаграме стали появляться, да, посты, они прикольные. Я слежу за Иваном Волковым, сейчас читаю у тебя, сейчас у меня еще один товарищ стал музыкой заниматься, выкладывает видосы. Это, это интересно. И это одна из причин, почему я вообще ни на кого не подписываюсь, да, за исключением тех людей, которые мне интересны. Потому что, ну, не потом, а потом сложно найти интересное в груди, да, неинтересное. Не потому что там много неинтересного, а потому что это будет интересно, тебе придется читать. Ну, заинтересовал человек, хороший контент. Ты вот выставил эту фотку, вот эту, блядь, что случилось? Читаешь, блядь, а уже не вот такая вот... А, да, ты понимаешь, что... Ты чай не взял. Давай, я его попью. Попей. Давай, я его попью. Ты понимаешь, что уже как, ну, больше полгода не работают, да, люди звонят, звонят, пишут. Жень, что там, как там это? Я говорю, ну, я там не работаю. Вы приходите, там, наверное, помогут, я не говорю. Ну, я там не работаю. И вот мне вот крайний раз позвонил тоже человек. Жень, что там, можно подойти там, это? Я говорю, да можно, конечно, меня там нету, это. А, да, это. Ну, ладно. Я думаю, ну, как бы я не, наверное, не посчитал таким каким-то великим событием, да, что я, допустим, там, поменял место работы, вернее его, вообще, чтобы, ну, людям рассказывать, и ребята, и баки, урод. Я думаю, в твоем случае надо было, да. Ну, надо было. Те, кто не смотрел интервью, они должны были, ну, где-то, так сказать, пользователи, которые работают с тобой, или пользоваться твоими услугами, им надо было информацию. Надо было. Ну, я как бы думал, ну, и так узнают, как бы не стал из этого делать какой-то фейерверк событий, а оказывается, ну, надо было. Потому как, ну, и после этого поста мне на следующий день позвонили, спросили, что там это. Ну, да, ладно. И вот и поэтому, все больше погружаясь, как бы, в социальные сети, уходя в какой-то онлайн, я подумал, ну, раз я не, раз у меня есть какой-то кладись, чего-то, что хотелось бы, о чем с людьми поговорить. Я не собираю тематические клубы, чтобы там присидеть, изба попиздельная, да, там поболтать с каким-то, но я с уважением отношусь к тем людям, которые у меня подписаны. И вот трудный ребенок, я вот посмотрел, я сижу, так смотрю и говорю, вот в чем сейчас бегают, они там ходят, одевают, ну, я про одежду и про быт. Этим сейчас пользуется спросом и одеваются наши дети. Ну, посмотрите, посмотрите обязательно, трудный ребенок, посмотрите, приключения электроника. Посмотрите на, да, приключения электроника, посмотрите, как они одевают эти футболки, подтянутые, как это, приключения Шурика, вот эти вот штанишки, как вы сейчас любите ходить. Ну, подстрелы, что там были, да? Ой, вообще, ну, вкусно, вкусно, вот. Вот, Макалей Калкин вот в этом один дома, как он одевается, стильно, тепло, хочется вот так же укутаться, пойти снежком поиграть или дома поноситься, с семьей собраться. Кстати, вот один дома, это полное отражение того, как мы собирались с детства. К нам приезжали родственники, можно сказать, три семьи собирались. Помню, тогда пошли эти видеомагнитофоны, дядька привозил видеомагнитофон, и мы смотрели. Ходили на горку, вот в районе БДО, там горки постоянно были, блядь, БДО в районе сквера гидролизного. Приходили, родители что-то там делали ужин, готовили. Это на новогоднюю канику, 10 дней. И в течение этих 10 дней, вот, у нас был такой самый. Мы придумывали всякие конкурсы, делали поле чудес. При этом все, мне было ни интернета, ни телефонов. Было классно. Именно поэтому я сейчас до сих пор выгоняю детей на улицу, несмотря на то, что на улице 20 градусов. И три часа ночи. Да, потому что... А в номинации отец года побеждает... Ты можешь? Слушай, ну, сильно мы мягкие к своим детям. Я не говорю, что их нужно бить, но мы вообще настолько мягкие. Вот он сопелька пошел... Не, ну, сейчас понятно, еще больше переживания пошли из-за этого ковида. Люди прям... Кошленул, блядь. Ребенок кошленул, ты его нахуй на улицу, блядь. Меня отсюда. Не дай бог батьку заразили. Две недели вон в стайке живи. Куфайку тебе на, нахуй. Туалет он уличный есть. Да туалет он в сугробе выкопаешь там, что это... Вон, тетенька идет с ларька, сумку у нее заберешь с хлебом. 50 лет назад, вот моя мама и другие люди, которые жили в частных домах, ночью выходили в мороз в туалет. И росли... А у нас идут анекдоты. Ну, читай. А теперь рубрика анекдоты. Штирлиц шел мимо дерева, услышал шорох в ветках. Сова, подумал Штирлиц. Сам ты сова, подумал Мюллер. Китаец кошленул в торговом центре, лучше бы он... А, это рубрика анекдоты. Вот такие... Анекдоты. Я еще думаю, знаешь что, запустить... Анекдоты? Сейчас до сих пор анекдоты? Да. Вот для меня анекдоты, это вообще не смешно. Нет, ну ты не слышал смешных анекдотов. Наверное. Поэтому у меня представление... Я еще думаю запустить у себя литературную страничку. В блоге? В инстаграме, да. Делать, допустим, немножко литературную страничку. Я когда-то в давности писал небольшие такие стихотворные формы, насыщенные матерными словами. И вот думаю... А не потеряю... Поматерится ли мне? Слегка. Ну я конечно буду все запикивать. И вот думаю... Вот думаю, как... Запустить литературную страничку? Или же нет? Или ну и так? У тебя будут какие-то фразы, ты... Ну... Небольшенькие. Затестируй. Запусти что? Как пойдет? Спроси у людей. Выложи в сториз. Да, нет, нет, да. Да, потому что... Ну опять-таки, кто относится к мату? Как? Ну хотя... Ты знаешь, там такие стишочки, они были написаны в молодости, еще в каком-то полупьяном угаре, постоянно у меня был блокнот, помятый такой, знаешь, в джинсах такой это. Прочти их несколько. Прочти их несколько, запиши себя и опять же... Или ты просто их напечатать хочешь? Нет, я в исполнении. В исполнении. Я тебе по этому говорю, сделай канал и там... Сделать канал, это не значит сделать что-то большое. Просто это архив. Я к этому отношусь, в первую очередь, как к архиву. Я от этого ничего не монетизирую и ничто не имею. Бывают моменты, когда ты смотришь интервью, которое ты сделал там 10 лет назад. Да, Андрей правильно говорит. Зачем материться, если запикивать? Ну да. Можно этого с Горфой? Буду... Ну это беспомтовый. Этот какого? Дабы не оскорбить чувства нематерящихся. У нас же есть категория граждан, которые... Ни капли в рот, ни в жопу. Такие. Когда... Мат для нас это... Когда мату есть место быть... Вот допустим, когда я с Ховенсоном разговаривал, человек, он преподносит себя... Не то, что преподносит, сам он по себе человек культурный, у которого достаточно богатый словарный запас, а ему в карман за словом не лезть. Но бывает место, когда он... Вот подчеркивает матерным словом, и оно звучит совсем хорошо. И оно не звучит как, «У, блядь, сматерился Александр Матвеевич, не...» Он ее подчеркнул просто, что вот здесь... Подчеркивание вот матом, я говорю, когда месту быть, оно хорошо лежит. Ребену говорю, я говорю, ты... Я говорю, все равно, как ни крути, вы где-то за школой там и так далее, вы начинаете материться, потому что вам надо быстрее стать взрослыми, да? Подчеркивать все, что можно, нужно, не нужно, не фильтруя, цеплять из взрослой жизни, да? И употреблять это. Я говорю, во-первых, если хочешь выглядеть смешным, из твоего детского черепа транслируется какая-то взрослая матершинина по поводу, без повода и так далее. Ты еще слишком... Кофе, кофе, кофе. Кофе, кофе. Че? Я говорю, ты слишком юн, для того, чтобы это было хоть как-то уместно. Сначала повзросли, чтобы взрослые слова транслировались не из детского черепа. Во-вторых, научись это делать, тогда, если ты хочешь материться, научись это делать вкусно, чтобы это было, не знаешь, как в тухлую... на тухлую курицу насыпят гору приправы и в гриль ее, да? Она вроде пахнет приправой, но она, по сути, это тухлая курица. И если твой словарный запас абсолютно скуден, ты, если сверху накидаешь матов для связки слов, ты будешь просто... Слушай, а человек, который... Откуда ты знаешь, что он за школой не прикольно материться? У нас были, вот знаешь, были такие в школе отдельные личности, которые умели материться, умели просто, что это шутка. Были такие, которые, знаешь, там, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Это вообще противно, особенно девочки, это вообще... А вот есть, которые вот они вот так вот сказали, должен это это уметь любое собирание букв слова слова в предложении в этом ремесле должен быть какой-то скилл который ты уже будешь применять в общении я думаю ты это поймешь когда он станет взрослым и вы в хорошем смысле будете сидеть за столом и выпивать какой хороший напиток и ты тогда только поймешь насколько он может не он ты сейчас понимаешь как он выражает свои мысли да ты поймешь как он это выражает от с матом когда я вот до сих пор я я скажу за всю мы же продолжаем то что я в начале сказал я честный человек я не только добрый я честный и сейчас возвращаемся к этой рубрике нормальный же тот человек не врет не курит добрый да но deep house замечательный вот замечательная музыка ложка дегтя сейчас мы к этому вернемся у нас у нас всегда ко второй половине нашего разговора ведет тому что мы начинаем много говорить и это интересно раскрываемся поэтому если если вы пришли в начале ушли то заходите через минут 20 вам будет интересно через 20 мы нет вы люди вы мы вам вы нам дороги крайне дороги все кто зашел это как домой заходишь до в гости приводить а вот хотя бы вот привет ребят вы это вот не надо заходить до такой открыл дверь вы блять два дебила дым закрыл шоу вы же не послушали вы сами можете нам тему задать а мы сейчас заговорим за рэп да не давай сейчас про матра скажу нет или мы сейчас будем вот так вот как вам прицельно бить мы сейчас будем говорить про рэп квн такси вы да да нет нет мы сейчас будем локально так как я вот честный я вот скажу я всегда за всю жизнь очень много матерюсь всегда на работе я сейчас тоже от матерился и перед когда я услышал детский мат мы про дип тут рассказывали диджей ну а чё нормальный дип это очень заявить только хардкор я вообще люблю люблю хардкор я слушал когда группа скутер был вот и когда услышал детский мат я понял что скутер это не хардкор грустная музыка я понял что нужно ну свой лексикон свой базар вообще фильтровать полностью в силу того что у тебя есть дети которые должны должны тебе денег но не забывайте услуги такси по городу красноярску конс кости 720 кстати прошлый прошлый раз когда мы его рекламировали слетела все нафиг не было вид видео этого а аудиозапись осталось и не прорекламировали рекламируем сейчас вот сюда говори ребята если сейчас евгений прорекламирует этого человека оставляйте отзывы если воспользуюсь этой услугой более того мы будем дальше продвигать я номеру не помню а если хреновый от мы вставим сделаю вставку дни он нихрена лонжик если учился в клэнжик это же ну супер супер давайте помогать другу друг другу в столь такое не продал давай знаешь поможем и костяна у него семья у него красавица жена красавчик сын давай не будем подвергать его его семью опасности чтобы он выезжал в рейсы контактировал с возможными переносчиками заболевания да и он бы у него давайте ребята просто берем вот собрался куда-то ехать скинул денег на такси и сидишь дома вот просто скиньте где хорошего ряда также тебе могут тебе не надо никого ехать фотографируем да я могу слушай я так могу музыку включать какого-нибудь моргенштерна вы хотите услышать скиньте мне на карту и представьте что я ее вам включил хороший вариант 1 на реабилитацию после моргенштерна они слушают я же ее не слышу а на реабилитацию того что мне постоянно слушается у тебя будет рядышком стоять ты и вот это заказано есть некое такое есть что я просто когда обращаются сделать что-то те уже начинает рвать у тебя начинает ну не рвать и у тебя начинает нервоз вот этот рвотные вот этот период кручевания в голове но говорят тебе я не это не делаю вот люди вот пишут мне сделайте мне вот так вот я говорю ну извините пожалуйста я не могу у меня ручная работа вот это лазерная работа но вы же столяр я опять же говорю я честный я не столяр я человек который вдохновляюсь какими жизненными идеями и людей которые творят что-то чем-то подобным нужен профессионал обращайтесь я не столяр я не столяр кстати давайте делать гробы видел же делаю только это гробы из картона разлагаются ложишься вот так бомжи уже давно делают в картон кулек блять и помер и все а потом это самое интересное они там живут а потом у них будет они понимают что это у них потом рак отшельников вот я тебе все не могу отдать тебе надо я ничего не делать ты сказал я могу фильтровать там ой отошлифовать но ты что-то браширование сделать ребята как вам зацените самый простой вариант вообще эта идея и и и жене нет веке и ки подставки короче смотрите обращайтесь это есть это это грязная работа потому что же не сказал сам будет делать тут что-то но если вам надо опять же пишите мне там можете же не написать вообще пишите 663 там шаболовка я думаю самый простой вариант суши и для этого общения вы же вы же по видеосвязи общаетесь вот поставил а здесь можно какой-нибудь хреновину например вот это надо обрезать и бакать тут же дырка сейчас от ебакой что это это нанотехнологии опять же это эко-эко и сейчас вот сейчас подставка это не эко потому что это пластмасса который не долго не проснул а вот этот эко это кстати осина а это осина винил хлорид все поставил смотришь и и разговариваешь можно разговаривать вот так вот сразу же так разговаривать береза береза я оси надо прием вот так нормально шпионские штучки мы приветствуем вас а мы приветствуем вас в магазине на диване до козы горит правильно китайцам они изначально а у нее сейчас сейчас мы в прямом эфире изготовим я поверну а миша отказался в прямом эфире от перевод себе руки сейчас мы немножко услышим держатель в тачку удобнее его и поставить можно к чему-нибудь приклеить можно можно стоит 200 300 рублей да но совершенно верно интрига мы немножко сделали это и немножко короче лобзиком лобзиком мы пилим вот я лично лобзиком пилю свои посты вот все видите да ну как вам еще показать смотрите замечательная штука я больше склонен тому что можно взять алё поставил и видеосвязь вам привет отправь пожалуйста помидорчики опять-таки если у вас есть вот такая замечательная подставка под телефон вообще перебью предоставь ее как левомакс на рекламе но они всякую чешнягу рекламирует носки 5 пар за 900 рублей вы до сих пор пользуетесь миша от пилил себе ногу спрашиваю лучше бонте от пилил себе руку и не играл свой грёбаный дип хаус вот я без руки могу играть кто угодно играть так внимание реклама ты сейчас проверишь да и так внимание реклама на диван club первая реклама пожалуйста строго не судите поехали вы до сих пор пользуетесь пластмассовыми подставками они вечно ломаются мы вам предоставляем новинку запомните а если к вам в гости пришел бобер и говорит друг давай покушаем и вы ему предлагаете подставку под телефон из поливинил хлорида любой уважающий себя бобер который знает толк в правильном питании скажет да пошел ты нахер дорогой ты мой друг но с нашей инновационной телефонной подставкой из осина из осины можно накормить не одного а сразу трех бобров это во-первых во-вторых из остатков несъеденного подставки нашими любимыми бобрами можно изготовить маленький осиновый кол и если к вам придет маленький сука вампир вы его можете проткнуть маленькую его вампирскую грудь и оттуда брызнет маленькая стойка вампирской крови и он такой и вы да вместе с бобрами отметите это остатками телефонной подставки из цельного куска осины и не забывайте дашь мне это отмашку когда я могу войти не забывайте что покупая подставку для телефона из осины вы заборетесь не только о здоровье бобров но и о здоровье китов которые очень переживают за состояние желудочно-кишечного тракта бобров и поэтому когда они видят по телевизору что бобры страдают пытаясь грызть вот эти бездушные куски пластика и давятся и давятся они выбрасываются на берег в знак протеста поэтому жизни бобров важны покупайте осиновую вот эту хрень вот с такой хреновины и вставляйте свой самсунг допустим с какой-то сделано во вьетнаме вот это сделано во вьетнаме а вот это сделано в россии россия вот этим и убить можно ежели вместе с бобрами пришла и лиса кроме этого кроме этого если ваш бобер сильно привередливый и не желает вкушать осину мы вам предоставим другие материалы сосна кедр и другие лиственные листве породы звоните сюда ссылка будет в описании звоните во все колокола мы всегда на связи алё у нас первый дозвонившийся алё да здравствуйте а если вы позвоните прямо сейчас прямая трансляция ковра у нас один человек смотрит включает нас только чтобы посмотреть ковер и он не ест а вот если кстати сделать подставку из грибов вот это вообще будет тема подставка из грибов и прямая трансляция большого взрыва вселенной прям вот это да вот эта тема но мы займемся этим и обязательно вернемся к этой идее запустим в большое производство но это еще не все в эту замечательную подставку вы всегда сможете заныкать вашу любимую конфетку видите как незаметно никто не узнает дети у вас не стырят эти конфетку а ты такой папа есть конфетки нет конфетки где конфетки нет конфетки она вот она последняя конфетка в семье всегда будет ваша звоните и заказывайте можно подарить своей девушке дорогая у меня для тебя что это дерево нет это замечательная конфеточка у как креативненько спасибо дорогой грибы будет я мы переадресовываем вопрос грибы какие андрюха отвечать какие грибы мы ждем у нас прямая трансляция грибы грибы по моему вот эта грибная вот эта аура она передалась на нас и мы и мы отошли от темы ты еще кофе мне глоток да откручив про грибы подробнее можно да видимо можно но мы не обладаем большой информацией мы будем ждать ответа андрюха ответь пожалуйста про грибы маслята там грузди и как они связаны с коврами грибы бобровики это под бровями которые под бровики вот они под бровями живут и папа а есть еще эти пап под подбородники и под подбородком живут гриб есть на ногах грибы а есть у грибов ноги поезд грибы и увидишь если у грибов ноги а едят ли грибы 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 что вы мать твою ваши несете это диван все это диван club мы несем все и мы несем в массы до подписывайтесь на канал ссылка в описании нести диваны можем стиральные машины у меня что-то шею сегодня болит потому что ты актив ты сюда туда туда а есть грибы вообще наука говорит что есть и в каком-то классе я не помню природоведение было там были грибы классификации грибов но документально доказано что грибы есть а знаешь кто помнит кто как называются вот это сегмент научного сообщества которые занимаются грибами я не помню что отдельно занимается гриба может это просто в целом люди вообще у меня нет согласен да есть такие есть занимается и вот а у нас поставщик грибов я не кажется это мухоморы я из школьной программы помню только вот мухоморы вот показали конкретную картинку и за залегий ешь это нельзя все пошел в лес все остальное можно мухомор нельзя микологи во супер спасибо а мухоморы это просто самый такой вот он попадается в глаза про другие вообще ничего не понятно вот неизвестно вот я вообще в грибах мешаем вот сколько вот ходишь вот здесь летом по улице да там грибы так грибы им и у всегда реакция 1 нельзя их жрать у меня сын папа вот гриб я говорю вы выбрать его нельзя и а жил в красноярске хату снимали под окнами женщина соседка ходила грибы собирать больше возможно у нас вокруг нас столько есть полезных всяких ископаемых да да просто чайный гриб продукты которые можно кушать дамы он это он вредный в лесу этой оси есть вредно не вредно не есть осину вредно а есть осину полезно это кстати узнать вот так как я не столер это мелко волокнистой она хорошо держится она уязвима это некий такой это опять же на нее нет не действует на нее действует если вот и и запортачить видишь уже гниль пошла но она не пошла вовремя остановить потому что до колуном если она но она не ребята запомните вот этот внешний вид вот этой штуки да вот запомните ее мокрая осина ее когда пилишь она пахнет невкусно кедр вкусно пахнет и возможно через лет сто я доберусь до нее и сделаю что-нибудь но ты уже обязан сделать потому что когда ты меня попросил ее сделано лежит и ждет а я ой же не надо передать видишь процесс нашего диван клуба мы зашли сели я туда не хожу я забывал она давно уже лежит и тебя ждет так что ты в прямом эфире проекта миру ты уже обязанного сделать и это кстати тебе если надо у меня жена в грибах разбираются все знает я тоже цветочки а я хожу цветочки рву она грибы собирают а красавчик да я говорит приехал я вот мне бы так знаешь что научиться в картошке не разбираться вот куда-то приехал картошку копать я гриба в картошке если честно мне порой бесят такие люди когда приезжаешь на природу там надо палатку ну понимаешь от групп особенно молодые люди мы когда ездили вот раньше это не замечал сейчас я вот чтобы поехал с я блядь я мне кажется я выгорю там поэтому я только семьей отдыха приезжаешь да есть такая категория людей ты приезжаешь да надо палатку расстелить и начинается особенно мужики это вообще блядь бабы я не умею я не знаю надо дрова наколоть ну давай вроде начали и так и не закончили надо мясо замариновать я не знаю блядь как начинаешь шашлык жарить начинаются блядь советчики начинается блядь есть отдельная категория людей которые уже блядь приехали начинает бухать вот да не есть вообще от компании мне порой показывают фотографии там вот мы ездили туда все рассредоточено эти этим заниматься эти этим девочки салаты шинкуют а курить нельзя говорят курить или вредно так со мной рядом я вот покурил так вот по легким про это поводил осиной она все канцерогены вот это она забирать вот тут если видно да потемнение такие вот внутри это раз вот это вот это как раз вытягивание да дым впитывается в древесину и чернее силу да не осушите надо что-то делать же не надо что-то делать чтобы он бросил курить а ты не хотел вот это вот флешки вот эти вот курить как называется электронной сигареты это не хочешь им покурить слушай вот я когда допустим сижу чем-то занят да вот а мне надо вот перебить чем-то подыми там же не дым там даже там пар и гуляйте мне поднимаешь мне нравится курить согласен вот это гадость я смотрю когда на людей когда они курят не то что тут эти вот флешки а кальяны и они говорят я не курю я в целом считаю что все любой все что идет любое воздействие а мы же кроме вот если ник не курящий человек как я мышь не только кислород поглощаем есть другие газы да если другие воздействия которые у нас в легкие заходят мы и так травимся а человек еще сарда пилишь ты одеваешь масочку не всегда вот а ты представляешь сколько да вот это лучше мелкой пыли у тебя там слушай я когда начал здесь заниматься я тебе так скажу нас было тут двое я и брат мы в целом вообще ничего не одевали ты представляешь у меня вот вытяжка вот это она плохая я выхожу до сих пор на улицу шлифую шлифую что-то мы когда здесь начинали мы вообще нам похрен было мы шлифовали он здесь находился я там тут такое пылище было ты видишь сейчас здесь пыль да я здесь иногда убираюсь но силу того что даже если на улицу выхожу она все равно есть это этапа не по понятным причинам потому что древесину сейчас мы пилили от нее всегда идет кружка тут такая пылищик я потом задумался когда у меня глаз стал резать я думали вот очки и одеваю а когда начинаю обильно шлифовать ну и так как я на улице шифу я не раз а здесь вот я одеваю респиратор потому что смотреть на платформе youtube некоторые выпуски там ребята иногда делают закидоны что годы показывает что это вредно тебе говорят что пыль древесная твоим бронхом со временем хана да я согласен но он потом начнет выхаркивать деревянные брелоки знаешь то же самое вот хреновое люди годами курят работает на всяких заводах где они дышат всякой а вообще на заводе работать вредно в любом случае да там и за зарплаты и господи спасибо тебе что не ты меня оттуда выкнула на заводе это вообще это я не знаю почему потому что заводы сейчас почему заводов нет потому что все блогеры и диджей а и фотографов еще потому что не ценят специалиста самый вот самый вот эти вот горячего цеха это токари литей щеки от сварщики не ценят а мы такую страну могли бы создать вот с помощью таких людей а мы такую страну а мы а мы пользуемся те ресурсы которые нам преподносят люди с 9 миллионами подписчиками в инстаграме всякие певцы и таксисты да поэтому вот поэтому завод потому что фотографы диджеи блогеры это мы не зависли женя привезет будет курить трубку мы будем демонстрировать индейское табака курение до подчеркивание деревянную трубка да хорошо договорились как бы не забыть деревянную для бобров и и курить конечно можно но каилла же эко-продукты и курить можно лизать можно опять-таки настрогать и изобилов но 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 если вы занимаетесь каким-либо рукотворным творчеством до вырезаете что-нибудь или даже при печете блины и не дай бог где-то порезались обожглись или вскочил прыщ берете наше инновационное решение в области медицины прикладываете на больное место а это у меня явно голова на 15 минут для достижения наибольшего результата наилучшего результата можно вот так вот вводить вот так вот особенно 1 января ребята закупайтесь до нового года 1 января эта штука вас спасет гораздо быстрее и лучше нежели еще один ящик шампанского или водяры домохозяек расскажи если муж пришел поздно как она может пригодиться вот прикладываете к засыпающему члену семьи сожителю до который провинился будь то муж или жена ложится принимает горизонтальное положение прикладываете на ту часть тела в которую он или она жрала алкоголь из которую потом орали маты вот так прикладываете колбу берете молоточек молоточек у так и или вот и вот так постукиваете сила приложенная вот на эту часть она равномерно распределяется по лбу провинившегося и знаете какая плода благоприятно влияет на мыслительные процессы которые возникнут потом поутру и всецело налаживают экологию семьи мы боремся не только за здоровье бобров китов и но я не разлагаем них о семьях а брак от брака с каждой купившей приобретенной для дома этой штуки ваша семья становится крепче дети здоровы улыбки в семье а это очень важно в предновогодние дни когда кругом в мире творится хаос прости господи негры бьют магазины apple пидоры бегают с флагами другие пидоры нам ограничения делают короче кругом ну кругом бардак кругом пидоры процесс можно повторить утром про прикладывания данной штуки на этой позитивной ноте мы хотим с вами попрощаться и не забывайте заходить оставляйте комментарии у нас где-нибудь она youtube канале на моем youtube канале михаил добышев также можете писать шея болит утверждение лучше здесь вечер я сейчас домой приду при приложу где-то в районе 2 3 позвонка и спрашивают кто пидоры коля смотрел этот фильм как его брат первую часть где привет тебе ты кто я режиссер и там лежит от журавлевка буду ходить до пидоры не видел одного режиссера он этот клип снимал пидоры они все нам очень радостно что каждый из вас является хорошим человеком приятным собеседником спасибо вам за то что вы были с нами за то что надеемся и мы вам не омрачили вечер принесли много не только какой-то поток не связанной информации да что-то сделали полезное и будьте хорошими людьми и впредь пока мы попрощались с платформы instagram попрощаемся и с вами спасибо что вы были спасибо что досмотрели до конца друзья спасибо большое заходите оставляйте комментарии это поможет нам продвижение и чтобы другие люди в нашем городе и в регионе и вообще в целом нашей любимой россии посмотрели наш ролик спасибо это диск дискуссионный подкаст диван клап а еще ваши комментарии помогут не только нам но и нашему психиатру в определении все-таки этого диагноза более точно спасибо ищем психиатра психотерапевта всего доброго до свидания и и и и и и